Здравствуйте! В студии Андрей Горгуленко. Настало время спорта. И сегодня мы знакомимся с академической греблей. Эта дисциплина входит в состав Олимпийских игр с 1900 года. Гребля – это плеск воды и красивые виды. Но путь к этой романтике начинается с упорной работы в зале. Чтобы узнать тонкости этого вида, мы обратились к Александру Визовкину, чемпиону мира по индор-гребле и участнику Олимпиады в Токио. Александр, здравствуйте! Как ваше настроение? Замечательно. Готовы к боевой тренировке? Конечно. Я вот готов и хочу научиться. Первое, что я хочу спросить, я прочитал, что академическая гребля чуть ли не все мышцы в организме задействует. Самый полезный вид спорта. Правда ли это? Да, это правда. В нашем виде спорта задействует порядка 98% всех мышц в организме. То есть разминку надо проводить комплексную, надо размять абсолютно все? Конечно. Конечно. Мы, собственно, и займемся сейчас. С чего начинаем? Пожалуй, начинаем с кистей, прежде всего. Для того, чтобы было удобнее держать не только валек, но и в данном случае рукоятка. Конечно же. Подключаем предплечье к разминке. А вообще весла тяжелые, вот руки крепкие нужны, чтобы грести. Вот какой вес весла? Вес весла в среднем где-то килограмма 3. То есть 2,5-3 килограмма. То есть легче не бывает. Также подключаем к плечевому. Насколько рано нужно приходить в этот вид спорта, чтобы вот к взрослому такому периоду в жизни уже вот растренировать свой организм для выступления на международном уровне в том числе? Ну, оптимальный возраст это где-то 13-14 лет. Вы пришли вот в академическую греблю в 14 лет. Чем этот вид спорта зацепил? Что позволило в нем остаться? Какие, может быть, не знаю, может романтика какая-то в этом есть? Ну, романтика, естественно, есть в этом. Когда особенно ты выходишь в 5-6 утра, никого нет, тишь до глади. Ну, вплоть до того, что даже ветра нет. Вода, зеркало, ты едешь. Единственное, какой звук, это как вода журчит за бортом. Ну, и, конечно же, виды. На лодке можно увидеть виды, которые никто доселе не видел. Соревнования по гребле на открытой воде проходят как в искусственно созданных водоемах, так и в естественной среде. А потому нередко прямо во время соревнований можно встретить разных представителей фауны. Ну, это достаточно обыденное явление, потому что, так или иначе, даже когда ты создаешь канал сюда с нуля, в любом случае, там какая-то жирность да появится. Был такой случай, когда ездили во Флориду, в город Тампа. Это в 2018-2019 году мы туда ездили. Но, да, то есть и правда были такие достаточно аллигаторы крупные. Черепахи размером с офисный стол примерно. Такие достаточно крупненькие. Ну, вели себя достаточно спокойно. Там еще потом соревнования по триатлону проходили. Много времени на тренировках гребцы работают не только на воде, но и в зале, чтобы с помощью специальных тренажеров отработать правильную технику. А иногда и соревнуются на них, не выходя из дома. Ну, для начала начнем с барабана. То есть то, что находится у него здесь, это заглушка, которая позволяет выбрать усилие, которое ты 100% почувствуешь. Она либо будет практически нулевым, это единица, либо же будет максимальным. То есть это десятка. То есть десятка, это когда, если, например, плыть против течения практически. Ну, да, да. Плыть против течения, против ветра, еще 10 человек тебе на шею садится. Почему именно так? Это просто для удобства. Чтобы ноги не вылетали, особенно когда идешь на скорость. Придумана именно вот такая конструкция. В самой лодке такое же крепление ног? Для этого там установлены кроссовки. Именно прям кроссовки. Не ремни, а кроссовки. Просто для удобства. Он запускается от движения, получается. Подъезжаем, берем мкояточку и потихоньку дергаем для начала. Одна из ошибок, вы начинаете спиной. Нужно начинать ногами, спина только удерживает. То есть, руки, спина просто удерживает. Ногами начинаем, спиной подхватываем, руками заканчиваем. Еще раз. Ногами начинаем, не руками, ногами. И вот если уж мы занимаемся сейчас на этом тренажере, как вот проходит соревнование по индор-гребле? В целом соревнование проходит так, что запускается специальная программа. У нее здесь с боков есть специальные порты. Которые можно подключить к компьютеру и, соответственно, участвовать в этих соревнованиях удаленно. Выставляются участники, выставляется расстояние, километраж. И, соответственно, выставляется количество участников. Начинается обратный отчет. И дальше уже просто запускается и все. Ваша тактика – наблюдать за соперниками по соседству? Или все-таки больше работать самому и над своим темпом? Ну, опять же таки, прежде всего, следить за собой. То есть, следить за дыханием, следить за движениями, за правильными. Также следить за мощностью и, конечно, темпом. Но при этом я, конечно, слежу за соперниками. Потому что, так или иначе, каждый ведет тактику по-своему. То есть, кто-то делает максимум в начале, получается, первую половину. Вторую половину не едет. Некоторые же, например, как я. То есть, еду за счет второй половины дистанции. На воде контролируешь соперников зачастую именно боковым зрением периферии. В такой тактике, когда работаете на вторую половину дистанции, вот как не проспать момент, когда нужно вот прям особенно сильно включиться? Ну, для начала, то есть, надо набраться терпения прежде всего. Ну, и, конечно же, далеко не отпускать соперников. Поскольку, когда тебе везут уже больше корпуса, отыграть это очень тяжело. Одним из главных стартов в карьере Александра пока является Олимпиада в Токио, где он занял пятое место в одиночном разряде, что стало лучшим результатом для российских спортсменов за последние 30 лет. С этой точки зрения, конечно, я рад, что я стал таким вот первопроходцем. То есть, надеюсь, что я и в дальнейшем смогу, то есть, именно в этом классе лодок себя показать еще намного лучше, чем я показал на этой Олимпиаде, по причине того, что из-за того, что это моя первая Олимпиада, я столкнулся со многими трудностями, которые, то есть, в принципе, я не испытывал их на других соревнованиях, потому что подобные старты – это совершенно другой уровень. То есть, ты этого не почувствуешь нигде. Освоив технику, я предложил Александру устроить небольшую дуэль. Мы на скорость преодолели дистанцию 500 метров на тренажере. Только Александр работал на максимальном сопротивлении, а я на минимальном. Приготовились! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тяжеловато под конец стало, но в целом даже чуть меньше минуты уступил. Вполне какого-нибудь спортсмена из Гамбии я мог бы догнать, я думаю. Ну-ну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итоговый результат – 2 минуты 10 секунд. Мой проигрыш составил чуть меньше минуты. При условии, что этот темп сохранить на дистанции в 2 километра, я бы смог побороться за предпоследнее место на прошедшей Олимпиаде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний такой крупный довольно-таки старт был вот тоже пару месяцев назад в Спартаке Ада. Вот какие впечатления об этом новом соревновании? Как показали себя соперники? И я, насколько помню, вышли из 7 минут, что, в принципе, является таким хорошим результатом. Да, все верно. Ну, соперники себя показали очень хорошо. Соревнования, в принципе, я всего 2 раза в своей жизни участвовал в Спартаке Аде. Это вот был как раз-таки второй. Первый раз был крайне неудачный. То есть, поэтому, в принципе, я хотел в ней поучаствовать в дальнейшем. И поэтому, в принципе, соревнования им понравились. Было ли какое-то давление, вообще в целом, вот ощущаете ли какое-то давление, что, ну, по сути, является в одиночке сильнейшим гребцом страны? Вот то, что надо подтвердить это звание, это вот как-то давляло или, наоборот, это придавало сил? Это придавало сил, но, так скажем, я-то об этом практически и не думаю. То есть, я каждый день, получается, каждую свою тренерку провожу с осознанием того, что фактически, ну, надо работать дальше. Какие-то, может быть, планы, какие-то, может быть, уже есть цели или предположения? Чем заниматься после спортивной карьеры? Ну, 100% то, что надо чем-то заниматься. Единственное, но чем именно мне заниматься, я пока что думаю. То есть, возможно, пойти в медицинскую сферу. Мне интересны такие направления, как трансплантация конечностей, рук-ног. То есть, мне это интересно. Каждым годом мы видим, как те же самые протезы улучшаются. То есть, многие вещи, которые могут, сегодняшние протезы, потихоньку начинают выходить на уровень выше человеческого тела. То есть, это поистине круто. После соревнований по академической гребле организм спортсменов очень сильно закисляется. Как с этим справиться? Совет от чемпиона. Я лично советую, в принципе, исключить на сутки, а лучше на полутора суток различного рода молочные продукты, в том числе и мясо тоже. Поскольку оно достаточно негативно влияет на усваиваемость молочной кислоты. И, в принципе, на ее распад и полураспад. Добавить как можно больше углеводов, соответственно, до и после. И максимум, что можно и вправду выпить, то есть, перед таким стартом, это какой-либо, ну, то есть, тонизирующий напиток по типу крепко заваренного чая. Я бы посоветовал заняться академической греблей. Потому что, даже в несоревновательный период, просто даже если ребенок будет заниматься нашим видом спорта, для него это, на него это очень хорошо повлияет, по причине того, что у нас очень высокая дисциплина, учат уметь работать в команде. Ну, и также, как раз-таки, банально, даже если не заниматься, то есть, не ездить по соревнованиям, можно, да, то есть, построить очень достаточно крепкое, хорошее и здоровое тело. Из-за того, что у нас используют 98% всех мышц в организме, мы многофункциональны. Далее, коротко о последних спортивных событиях. Футболисты Крыльев-Советов одержали долгожданную победу в чемпионате России. Самарцы не побеждали на протяжении пяти игр, а дома в новом сезоне и вовсе ни разу не удавалось порадовать болельщиков. Прервать обе неудачные серии удалось в домашней игре против Сочи. Благодаря голам Чирковича и Пеняева в первом тайме Крылья победили 2-0. Самарцы на 10-м месте в турнирной таблице. Баскетболисты Самары победили во второй игре подряд в единой лиге. На выезде самарцы разгромили пари Нижний Новгород. Ключевой стала вторая четверть, которую гости выиграли с преимуществом почти в 20 очков. После перерыва самарцы не ослабили хватку и не позволили соперникам сократить отрыв. 90-52 – уверенная победа Самары, которая занимает 5-е место в турнирной таблице. Менее удачные дела складываются у волейбольной «Новы». У новакуйбышевцев, дебютантов Суперлиги этого сезона, на старте чемпионата сложнейшее расписание. Поочередно на выезде «Новы» играла со вторым, третьим и четвертым местом прошлого розыгрыша турнира. В минувшие выходные «Волжан» экзаменовал питерский «Зенит». Новокуйбышевцы дали бой, но в решающие моменты хозяева оказались удачливее. 25-23, 25-14 и 25-22. 3-0 по партиям в пользу «Зенита». На этом все. Больших побед вам. Удачи!